всем привет с вами я Денис Давыдов и сегодня в нашем обзоре тот предмет который у меня не был это конечно же баяна км это в общем-то один из первых да то есть второй вернее охолощенный предмет который вообще был выпущен за историю российской федерации после аксу но тем не менее у меня в обзоре его нету и я хотел бы его сделать потому что ну все равно кому-то может он будет интересен тем более все км и заканчиваются и вы видите какой один из последних поступил на его сохран до видно есть раковины есть плеши то есть это был 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 есть два типа охолощенного калаша это акмс х от молот армса там в свою очередь делится еще не на несколько типов это ранний с приваренной личиной под одиночную стрельбу потом с приваренной личиной под автоматическую стрельбу и наконец акмс х такой же как этот с поворотной личинкой с автоматической стрельбой у меня его нету и не было в обзоре давайте в по 925 посмотрим коробки к сожалению у меня нету потому что нету ее и все и зато он новый да вот такой вот новый он ни разу ни у кого не был то есть вы видите что это третья категория она вот тут места где остались штифты то есть что такое третья категория это ну как бы наихудшая но зато она дешевая за счет чего мне на больше нравится за счет первая цены дешевле закупочная ничем надо на две тысячи рублей ну и второй момент это антуражность предмета то есть если мы просто воронил очкой замажем вот эти вот плешки но они станут черными да вот тут кстати капли попали и видно как он почернел ну и самое главное тут родное дерево смотрите видите а на том они его краской по покрасили аэрозоль и дерево шлифанули шлифуют дерево снимают краску красят прозрачным лаком и явно этот автомат не похож на настоящий ну вернее он похож но он даже не похож на тот который вот советский типичный вояка нет конечно вот даже магазин запакован в таком он пакете паспорт идет классический вот этот вот зеленый который вы могли видеть на а в т он на различных в пошках это и с к с это и а вот это карабин мосина 44 то рпк вроде все значит в по 925 вятские поляны оружия здесь такие вот красивые исторические картинки исторические моменты тут идут по такой как будто бы печатная машинка печатает потом разные типы автоматов они тут показывают ттх боевника вот тут еще куча автоматов потом как его держать то есть пол паспорта грубо говоря почти это история и интересные факты потом общее указание там пищевые продукты во что убывается и так далее вот чем комплектуется комплектуется ничем магазин автомат паспорт все все остальное это уже допы которые продают продавцы или ставят так потом из чего состоит автомат запрещается понятное дело на открытое ношение там та 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 ну сейчас это особо актуально потому что открытое ношение это будет просто конец даже уже сейчас по большому счету по идее можно в метро носить никто не запрещает по закону но что-то мне страшновато я не знаю как то один раз это пробовал делать меня задерживали напустили правда вот ну потому что тут же нет нарушения закон но все равно сами поймите что ну как бы но понятно потом подготовка порядок работы техническое обслуживание я хочу сказать что тут есть как разобрать неполную разборку как чистить смазывать вот есть свидетельство упакования гарантии гарантий кстати давайте посмотрим гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи тут правда не пишется сколько гарантийный срок на стрела я если честно если автомат самого начала работает а ты просто по перестреляешь и выиграть штифты все тебе никто не будет его ремонтировать его нужно выбросить вот собственно все так выглядит сертификат на это изделие вот настоящий с мокрыми печатями кстати говоря по поводу магазина смотрите магазином два типа попадается в автомате даже три типа вот за всю историю моих наблюдений пластиковый бакелитовый да естественно там есть ограничитель проволочный который я вам показывал в ак-103 ну даже я сейчас вам отверткой покажу как это делается он дальше не идет 10 патронов понятное дело снимайте вот эту пятку вытаскиваете проволоку и будет на 30 теперь касаемо железного ребристого магазина классического к мошного он плюс в том что он в общем-то красивее смотрится на этом автомате минус там ограничитель не проволочный а вот тут идет давление то есть порезан чуть-чуть металл вдавлено все соответственно этот магазин на тридцатку вы не сделаете его нужно будет или пользоваться десятка или покупать новый были и такие типы где и проволочный ставили но последнее время я их не вижу давайте перейдем к автомату его внешнему осмотру значит этот автомат 63 года номер также здесь виден дополнительный номер 53 вот 36 лазерный помимо за m136 автомата вот видны вот такие вот коррозийные повреждения собственно как вот он самого начала до потертости то есть автомат явно был юзаны видно и по дереву здесь не знаю мне это кажется это как-то энтуражно это прикольно это конечно можно вот замазать воронилочкой это говорит о том что тут вставлены штифты раз штифт там два три конечно на на дульном срезе я думаю вы не видите это хорошо с этой стороны с этой стороны мы видим также дополнительные надписи он всегда комплектуется вот этой вот резинка чтобы не проколоть коробку здесь в свою очередь написано вот сделано в россии в по 925 свето звуковой дополнительные надписи больше надписи нету смотрим на дно вот на обнаруживаем здесь с о гис 16 списанная холощенная из шестнадцатый год давайте разберем автомат посмотрим что там внутри произведем его разумеется неполную разборку так сначала предохранитель вниз крышку ствольной коробки снимаем возвратную пружину снимаем так дальше затворную раму вытаскиваем ну давайте посмотрим что там с деактивом на этой затворной раме по надписям такси вытаскиваем личинку для этого ее назад поворачиваем вперед что касается затворной рамы затворная рама обычная нормальная поршень не поврежден она не деактивирована она не должна быть деактивирована тут там говорит единицы людей что типа затворная рама основная часть вот эту штуку можно иметь хоть ящик дома никто тебе ничего не скажет вот она абсолютно нормальная рабочая основная часть это все-таки сам затвор то есть его задача запереть ствол а вот вот она значит тут и соответственно на нем надписи есть соответствующие а вот на аксу кстати от тоза деактивированная рама со гис дальше вот тут ну видно да что тут вот вар и наварен металл потом сточен то есть изменена геометрия личинки вот тут номер есть соответственно под изменение геометрии изменение геометрии должно быть и в ствольной коробке которая примет на себе вот видно да то есть блеск металла там вот она то есть вот здесь собственно идет док фрезер что касается ударно-спускового механизма но он абсолютно нормальный это неудивительно и газоотводную трубку снимаем в масле цена вся законсервированная никто не не чистил на стволе имеется дополнительная надписи со гис но основная часть да то есть мы уже заметили личинка ствол ствольная коробка раз там два я показывал и 33 так ну давайте теперь снимем цевьё для этого нужно нам отверточку подсадить открываем назад и вытаскиваем цевьё шомпола я забыл вытащить поэтому проблема возникла все цевьё сняли тут вот номер тоже имеется и вот штифты смотрите они сбоку приварены видны раз два три так четыре пять шесть вот кстати приварен ствол к ствольной коробке видим приварен чем приятен этот автомат своей ценой в общем-то это классика мало того что вот так производится неполная разборка вот все части автомата соответственно сборка производится в обратном порядке чем приятен этот автомат приятен он тем что ценой в настоящее время только ценой вы сами понимаете в настоящее время если раньше это одно время был самый дешевый автомат а к 103 к 74 хам который сейчас по 40 тысяч 45 стоит ну сейчас вот это самое доступное хотя и он скоро исчезнет поэтому спешить увидите какие уже остались краконаты какие образцы уже остались достаточно поюзанные давайте посмотрим как стреляет нет ли утыков все ли нормально вот в общем люди довольны его кстати тоже можно оттюнинговать снять это дерево поставить пластик надеть приклад или телескоп ставьте лайки подписывайтесь на наш канал а теперь отправимся пострелять с вами был я denis давыдов пока кстати этот автомат калашникова я кстати вот его заворонил туда вот эти штифты воронилка так более-менее он уже ничего ничего смотрится правда самое главное вообще в этом агрегате это первое цена цена действительно дешевая вторая историческая составляющая третье то что возможность автоматического огня сделан из настоящего советского классического легендарного автомата цена боеприпасов она действительно копеечная самый дешевый из всех боеприпасов что есть одна на км 762 на 30 динамики кстати банку тут нашел давайте я нацеплю стрельну один раз мне давно это хотелось сделать ну и разорвало не слишком собственно можно ожидать я что хотел вообще стрелять с этого автомата у меня нет ничего особого но самое главное что надежности его посмотрите вообще это один из самых надежных автоматов вообще по нему не возникает никаких разговоров видите как он стреляет стреляет он очень качественно и не имеет значения какое количество патронов так что такие вот дела